Итак, корова всегда является, вот почему такая ценность, что она, говорится, корова упоминается как носитель пяти драгоценностей вселенной. И вот эти пять компонентов в корове, я уже не говорю о твороге, о сметане, как она описывается, и корову Аюрведа называют аптеком. Если у вас есть корова, вам не надо никаких лекарств больше, вообще. Разные сочетания этих компонентов, любую болезнь можете увеличить. И так далее. Это вот очень важный момент. Итак, с мясом, честно говоря, у нас время уже заканчивается. Про молоко, это всегда до кипячения? Да, я бы хотел как раз об этом сказать. Молоко считается, не стоит кипятить, его доводит до кипения. И иногда доводит до кипения несколько раз. Несколько раз. А если у вас корова здоровая, хорошая, сейчас же вы знаете, болезни коровы разные есть, если у вас точно здоровые коровы или есть какие-то знакомые, то, несомненно, самое лучшее молоко какое? Молоко. Молоко, да, теплое. И не очень благоприятно, поскольку снижается эффект воздействия на организм, тонкий вот этот, тонкий, если вы пьете слишком холодное молоко. Хотя молоко любое, и теплое, и холодное, и благоприятно, но все-таки эффект снижается, если пить холодное молоко. Субтитры сделал DimaTorzok